Так, друзья, привет! У нас новый день. Сегодня вроде как среда. Сегодня обалденная погода, прохладно. Нету солнца, что радует. Сегодня облачно. Днём был дождик, по-моему. Немножко освежил эту несчастную погоду. А вот я, как обычно, тут гуляю. Просто всякие люди с собаками очень напрягают. Приспособила себе, пока не могу чехол купить, приспособила кошелёк из Китая. Заказывала его очень давно. Ну, что-то, короче, под мой старый телефон. Он был слишком большой. Под новый он подходит. Но он как кошелёк. В общем, я его как чехол использую. Очень удобно, например, в столовую, когда идёшь, чтобы не брать с собой ещё и кошелёк. Просто туда, в кармашек, кладёшь денежку и всё. Вот. Потом, что хотела сказать из новостей таких хороших. Значит, про Жорика я пока ничего не узнала. Поэтому пока что новостей никаких. А ветклиника закрыта на ремонт. Поэтому... Вот. Значит, из... Так вот. Ну, просто люди ходят. И как-то неудобно, что они в кадр попадают. Знаете, не все хотят сниматься. Вот. В общем, что я говорила? Я говорила, значит, что если вы слышите шумы, так же, как и я, на последних видео, которые я снимаю на телефон, то я надеюсь, что это скоро закончится. Потому что я заказала отличный микрофон. Ну, правда, из Китая. Ну, почитала отзывы. Вроде это самый такой, самый хороший вариант. Модель. В общем, самая хорошая. Будем пробовать. Посмотрим. И еще заказала селфи-палку. Но на нее действует какой-то лимит. В общем, по времени. Ее заказать пока нельзя. Потому что ее то ли нет в доступе, то ли чего. В общем, как бы я оставила заявку. Но пока она не продается. Я думаю, взять пока на пробу маленькую в фикс-прайсе или в этом заодно. Просто попробовать вообще как с палкой снимать на это самое. На телефон. Удобно ли мне будет с этой палкой ходить. И вообще, как это все будет выглядеть. И как он будет крепиться к этой палке. И, в общем, вот, потому что рука очень сильно устает держать телефон. А снизу снимать, сами понимаете, неприкольно. Лучше снимать сверху. Вот, так что, в общем, сейчас иду в этот самый заодно. Потом зайду еще в столичный гардероб. Надо брату футболку посмотреть. Вот, потом еще куда... А, еще в фикс-прайс хотела зайти. Мне нужна вот та штучка, которую... Юйка, Юнька, если ты смотришь, тебе привет. Ты купила в фиксе ее держатель для автомобиля. В общем, хотела такой посмотреть у нас, если есть. Вот. Не знаю, как бы посмотрю, как он выглядит вблизи. Если есть, возьму. Мне нужно не в автомобиль. Я думаю, если там есть крепление, то эта штука может крепиться не только к автомобилю, а вообще, в принципе, куда угодно. Вот. Так что, просто за 7,7, по-моему, это взяла. Это не такая плохая цена, как если бы я из Китая заказала за те же 70 рублей, да, и ждала бы месяц. А то 2, а может, вообще бы не пришло. Ну вот, в общем, сниму вам полочки из магазина заодно, потому что кто-то спрашивал. У некоторых вообще нет такого магазина. И спрашивают, действительно ли там такие низкие цены. Вот. Ну, и товары, в принципе, по качеству, ну, на мой взгляд, чуть лучше, чем в фиксе. Поэтому, что-то я совсем уже, совсем рука устала. Ладно. Увидимся в магазине. Точнее, я буду за кадром. Но не переключайтесь, и дальше будет продолжение влога. Так, и так, друзья, я закупилась не только в заодно, но и в секунде столичный гардероб. И если вам интересна примерка, пишите в комментариях. Увидимся. Так, друзья, привет. У нас новый день. Иду, как всегда, домой, по той же самой улице. Ничего не изменилось. Есть минуты четыре, чтобы поболтать. Даже не знаю. Что-то я так много хотела сказать, но в итоге даже не знаю. Что-то я сейчас под каким-то впечатлением вышла с работы. Ну, как-то говорили о чем-то личном, домашнем таком. К чему я, в принципе, не была готова, что я это в открытую рассказывать буду кому-либо. Вот. В общем, ну, как говорится, в семье не без урода просто. Вот. В общем, что я хотела сказать. Хотела сказать, что к одному из моих крайних видео буквально на днях оставили комментарий такой очень специфический. Вот. И там, я так понимаю, что автор мужчина или молодой человек. А вот, и он прям вот с агрессией такой воспринял мое слово хейтеры, да, в свой адрес. Ну, во-первых, я хочу сказать, что я говорила не о вас, а о том комментарии, который оставила женщина. Я не помню, как зовут. Извините, я всех не могу вас помнить. Вот. В общем, вчера читала его. В общем, как это называется, когда первое впечатление, да, прочитаешь комментарий, потом первое впечатление. Сначала у меня прям подгорело. Откровенно. И я прям завелась. Но это вот как с тем предыдущим комментариям. Ну, где-то вот ночь прошла. И я взглянула с утра снова на этот комментарий. И знаете, он такой забавный, веселый. Так что это как посмотреть. Вот. Ну, как-нибудь я отвечу на этот комментарий в форме видео. Потому что писать ответ это... Ну, с такими людьми диалог вести невозможно. Потому что они бьют в одни ворота в свои собственные. И ты, когда им отвечаешь, у тебя просто рикошет идет. Вот. Поэтому... Так. Сейчас я вам покажу. Пойду домой, покажу покупки из магазина заодно. В общем-то, фикс-пайс мне даже не пришлось идти. Все, что мне нужно было, все, что я искала, я купила заодно. Причем потратила на это чуть больше 300 рублей. Вот. И штатив купила, и селфи-палку. Да, она коротенькая, но ничего страшного. Для улиц пойдет как раз вот, чтобы рука не вставала. это не к слову, а там физические нагрузки просто в одном положении. Ну, в общем, я вас умоляю, с такими комментариями. Вот. И что еще хотелось сказать? Если хотите пример из секонд-хэнда, пишите слово «хочу» в комментариях. Вот. И что? Увидимся чуть позже. Наверное. Ну, да, то есть, как, наверное, я приду домой и буду снимать отчет о покупках. Вот. И что еще хотел сказать? Что-то я еще хотела сказать. Что-то прям хотела очень сказать. Так, я опять потерялась в темноте. Ладно, в общем, забыла. Потом в гладомафе вам не скажу. Просто сегодня какая-то я расстроенная после работы. Ну, да, потому что в семье не без рода. И об этом стыдно говорить как-то. Ладно, мы увидимся. Увидимся. Увидимся.